Молитва Молитва — это необходимость, это жизнь души. Семейные и общественные молитвы важны, но именно личное общение с Богом влияет на духовную жизнь человека. Молитва Добрый вечер! В прямом эфире программа «Помолитесь за меня». Спасибо, что сегодня вы вместе с нами. Важность молитвы открывается не в красноречии общественного молитвенного служения, а во влиянии тайной личной молитвы на жизнь человека. Операторы колонцентра, дорогие друзья, уже прямо сейчас готовы принимать ваши сообщения. Наша программа выходит в прямом эфире, поэтому вы можете прямо сейчас нам позвонить, поделиться своими переживаниями, а также рассказать о том, как Господь отвечает на ваши молитвы. Друзья, звоните на наш номер 0800 30 20 20. Также вы можете звонить на номер для жителей России 8 800 118 44, а также для других стран у нас номер плюс 38 044 392 01 00. Друзья, работает также скайп и электронная почта, которую вы сейчас видите на своем экране. Поэтому, пожалуйста, все контакты для вас открыты. Звоните, пишите. Мы готовы молиться и готовы слушать ваши сообщения. Итак, мы будем молиться в ваших личных переживаниях, но помните, что традиционно в начале нашей программы общая молитва о нашей стране, об Украине. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь к этой молитве. Кроме того, мы совершим специальную молитву о городе Сбарыш. Ну а наша гостья сегодня, которая будет рассказывать историю, поняла, что Божьи планы намного лучше, чем ее собственные. Причем здесь молитва. Послушайте ее историю, она будет интересна. Мы очень благодарны вам, что это время вы проводите не возле новостных каналов, а проводите именно с нами. Мы здесь можем вместе с вами молиться нашему живому Господу. Если вы знаете о том, что ваши друзья или близкие переживают тяжелое время, испытания и трудности, сообщите им о нашей программе и расскажите о том, как Господь может изменить их жизнь. Проведите это время вместе с нами в молитве Господу. Здравствуй. Здравствуй, Настя, очень рада тебя видеть. Взаимно рада видеть тебя и рада, что мы сегодня, ну не совсем зрительно, но можем встретиться вновь с нашими зрителями и слушателями. Да, я уже соскучился за ними, у нас неделю не было программы. Я думаю, что за это время уже есть у нас ответы на молитвы, наши зрители могут поделиться с нами этой радостью. Ну сообщение, по крайней мере, мы получили, об этом мы расскажем чуть позже. К нам дозвонилась Наталья, дорогие друзья, которая первой к нам дозвонилась, и мы сейчас примем звонок и потом будем молиться. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Откуда вы к нам звоните? В Полтавской области. Очень приятно, Наталья. Мы вас слушаем. Что вас побудило к нам позвонить? Да ну как бы, горе побудило. Что там меня слушать? Я в ужасе, в кошмаре. Племянница, 41 год, у нее опухоль головного мозга. И я хотела просить, чтобы помолились. Ну, конечно, спасение души, но и исцеление. Как зовут вашу племянницу? Оксана. Оксана. Хорошо. Спасибо вам большое за ваш звонок. Мы будем молиться через некоторое время. Пожалуйста, помолитесь также вместе с нами. Уже есть первый звонок. Будем молиться об Оксане. Да, слава Богу, что это сообщение. Но для наших зрителей, и также для Оксаны, если она смотрит нашу программу, да, мы можем сказать о том, что они могут зайти на наш YouTube-канал, телеканал Надей, и посмотреть наши программы, где есть множество свидетельств о том, как Бог невероятно делает чудеса. Да, невероятные вещи. С тяжелейшими диагнозами. Поэтому, друзья, пожалуйста, если вы переживаете трудное время, укрепляйте свою веру свидетельствами, которые вы можете пересмотреть нашей программы, прошлые выпуски. Я думаю, эти свидетельства будут укреплять многих. Я тоже так думаю. Но хочу предложить тебе сейчас помолиться вначале о нашей стране. Несмотря на то, что, может быть, это те молитвы, на которые мы не всегда можем сказать, что вот в следующей программе, да, будет какое-то чудо или там через несколько программ. Но мы всё равно продолжаем доверять Богу, и мы видим, что вот мягко как-то Бог всё равно наводит порядок. Всё равно мы как-то больше доверяем Ему свои переживания, и мы видим, что что-то меняется. Я не знаю, мне так кажется... Где ты порядок увидела, ты мне расскажи, чтобы я мог понять, о какой сфере ты говоришь. Я вообще говорю, в общем... Ты видел, что дороги стали латать, да? Нет, я вспоминаю то, что было полтора года назад, то, что было, может быть, год назад, то, о чём мы молились в нашей программе. Ты просто перед этим говорил, что есть чудеса какие-то, да? Но мы продолжаем верить в то, что Бог всё-таки может сделать чудо и в нашей стране. И, по крайней мере, мы в первую очередь молимся о Востоке, чтобы перестали стрелять, чтобы там просто не гибли люди, и сегодня они не просыпались в страхе перед завтрашним днём. Да, это очень важно. Друзья, мы будем молиться о нашей стране, будем молиться, чтобы Бог дал мудрости и руководителям нашей страны, и премьер-министру, и президенту, да, и Верховной Раде принимать те законы, которые бы были на благо людей. Сейчас ты знаешь, что подняли тарифы на газ на свет, и я думаю, что людям сейчас будет очень нелегко пережить это время. И поэтому давай молиться также и об этом. Конечно. Дорогие друзья, мы будем обращаться к Господу. Небесный наш Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты милующий. Ты видишь, что наша страна проходит сложное сейчас время, и то подорожание коммунальных услуг, которые ожидается в ближайшее время, не принесёт большинства жителям радости. Мы просим, Господь, чтобы Ты усмотрел возможности правительства, чтобы они могли поднять зарплаты, чтобы жизнь могла стать лучше, и чтобы люди действительно могли жить по счетам. Небесный Отец, сохрани нас от долговых ям. Мы просим, Господь, чтобы Ты помог жителям нашей страны, помог найти работу, помог содержать себя, семью. Господь, Небесный Отец, мы просим, благослови. Дай мудрости руководителям, думать о людях, сделать всё возможное, чтобы их жизнь улучшилась. Небесный Отец, мы просим и о Востоке. Мы много молимся об этой ранее на карте нашей страны и просим, чтобы Ты по милости Твоей благословил, благословил этот конфликт тем, чтобы он прекратился. Мы просим, Господь, о Твоей помощи, о Твоей защите. Небесный Отец, мы вызываем Тебя и просим, чтобы Ты благословил Оксану, которая очень болеет, у меня страшный, тяжелый диагноз, и мы просим, чтобы Ты помог ей благословил. Мы это просим во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Если в какой-то момент в вашей жизни вы думаете, что Бог не слышит вас и не отвечает, то послушайте, пожалуйста, следующее сообщение, которое мы зачитаем, с которыми мы с радостью поделимся вместе с вами, потому что эти сообщения говорят о том, что Бог есть, Он любит и Он готов отвечать на все наши просьбы и переживания. Мы расскажем об этом уже через несколько минут, правда? Да. У нас есть звонок. Да. Итак, мы готовы услышать нашу зрительницу. Вера сейчас с нами на связи. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, Инесса. Добрый вечер, Владимир. Я часто смотрю вашу передачу и знаю, как Бог вмешивается и делает чудо. И сейчас я хочу, чтобы вы помолились за моего мужа. Ему ставят диагноз рак корня левого легкого и под вопросом. Но я знаю, что после молитвы этот диагноз не подтвердится. Господь мешается. Он ведет здоровый образ жизни сейчас. И все будет хорошо. И мы прославим Господа вместе с вами. Пусть Бог укрепит вашу веру. Вера, нам очень приятно, что вы говорите именно так. Скажите, пожалуйста, имя вашего супруга. Леонид. Леонид Никишин. Мы будем молиться о нем обязательно. Пусть Господь вас поддержит сегодня и не оставит в вашем переживании. И будем ждать от вас звонка. Искренне будем молиться о вас и переживать за вас. Друзья, ну а к нам на этой неделе, пока не было программы, звонили в контакт-центр наши дорогие зрители. Вы звонили, можем так сказать, и делились не только переживаниями, но делились и радостными моментами. Алла из Хмельницкой области выражает благодарность за молитвы. Она нам говорит, что мы получили ответ на нашу просьбу. К сожалению, мы не знаем конкретно, что случилось, но мы видим, что Господь помог. И Галина из Ивано-Франковской области пишет «Слава Господу и благодарность вам за молитвы обо мне. Господь меня исцелил». Слава Богу! Максим Хмельницкая область благодарит Бога и нас за молитвы. Он пишет, что «Я помирился с мамой». Максим, мы очень рады, что Бог восстановил мир в вашей семье. Пусть Бог благословит вас миром и дальше. Дмитрий, Винницкая область благодарит Бога и нас за молитвы. О нем он получил загранпаспорт. Дмитрий, мы очень рады за вас. Спасибо, что вы написали нам. Да, мы рады, что загранпаспорт уже есть. Это очень хорошо. Галина из Черновицкой области благодарит нас за молитвы. Она сообщает «Я благополучно родила». Слава Богу! Так она и написала. Слава Богу! Слава Господу! Наташа из Киевской области. Благодарю за молитву. Бог руководит моим исцелением. Мы рады, что Бог вас направляет и будем дальше молиться, чтобы было полное исцеление. Слава Господу! Наталья, Львовская область благодарит за молитвы за Сергея и Татьяну. У них улучшились отношения. Слава Богу! Радуемся за вас. Виктория из Черновцова благодарит за молитвы. У нее был повышенный сахар в крови. После молитвы сахар восстановился, и он сейчас в норме. Слава Богу! Мы очень рады. Вера из Киева благодарит нас за молитву. Мы молились о ее внуке, и внук сдал ЗНО. Мы очень рады за нее и также за внука. И Лида из Киева благодарит за молитвы. О Юре. Он был алкозависимым, начал ходить в церковь и перестал пить. Мы очень рады за вас. Слава Богу! Станислава из Житомирской области пишет. Я благодарю, что вы молились о моей дочери. Станислава, мы всегда готовы молиться о вас и о вашей дочери, продолжать молиться. Поэтому, пожалуйста, пишите и продолжайте нам звонить. Людмила из Луганска благодарит за молитвы. У нее четвертый месяц, пишет она, мне помогает Бог. Слава Богу, Людмила, что сегодня вы уже знаете, что это Бог помогает. Хотя мы уверены, что он был с вами всю жизнь. Надежда из Тернопольской области благодарит нас за сына. Она сообщает, что он благополучно доехал. Мы не знаем, куда он ехал, но мы очень рады, что он добрался до места назначения. Ольга из Днепропетровской области благодарит за молитвы о дочери Валентине. Бог ее исцелил. Слава Господу! Слава Богу! Людмила Луганск, простите, Тамара Днепропетровск пишет. Благодарю за молитвы о дочь Ире. Здоровье улучшилось. Слава Богу! Зина Кировоградская область благодарит Бога и нас за молитвы. Бог исцелил моего внука Павла, пишет она. Слава Богу! Мы очень рады за ваше исцеление. И Алла из Житомирской области благодарит за молитвы о сыне Николая и дочери Натальи. Спасибо, что написали, и мы продолжаем молиться о вас. С Феодосией Херсонской области к нам также пришло сообщение. К сожалению, мы не знаем. А, вернее, наверное, это Феодосия, женщина, да? Да, может быть, имя, да. Феодосия Херсонской области благодарит за молитвы о сыновьях. Слава Богу! Замечательно, что столько благодарностей. Ты хочешь помолиться и поблагодарить Господа за эти... Действительно чудесный ответ. Очень много моментов, где Господь исцелил. Совершенно разные, но такие приятные для нас. Итак, друзья, мы будем молиться и благодарить Бога о тех благословениях, которые Он подарил в вашу жизнь. Благодарите Бога, прославляйте Его имя, потому что Он действительно достойный хвалы. Наш Великий Творец, наш Господь, мы в этот час обращаемся к Тебе в нашей молитве, молитве благодарности. Прими, Господи, нашу хвалу, искреннюю хвалу от наших сердец, потому что Ты с нами, и Ты настолько добрый Бог, настолько заботящийся о нас, что готов вникать во все наши переживания. Даже в самые маленькие, может быть, вопросы, в самые мелочи, но Ты всегда рядом. Спасибо за те чудеса, которые Ты даровал в жизни наших зрителей, Господи. Иногда это было просто решение вопроса, но Ты был, Господь, в решении этих ситуаций. И мы верим в то, что Твоя сила сделала все наилучшим образом. У Тебя есть тысячи путей, чтобы решить любую проблему. И мы благодарим Тебя за то, что Ты находишь для нас эту возможность сделать нашу жизнь лучше и счастливее. Будь прославлен, наш великий Господь, за все услышанные молитвы. Аминь. Аминь. Наш Господь и Бог, Отец всемогущественный, мы благодарны Тебе за эти чудесные ответы, за исцеление, за то, что люди видят, как Ты вмешиваешься в их жизнь и их спасаешь и благословляешь. Мы просим за Леонида, которому могут поставить очень сложный диагноз и страшный диагноз. Мы просим, чтобы Ты благословил его в выздоровлении, благословил и помог ему. Небесный Отец, мы просим Тебя, чтобы Ты благословил каждого, кто сейчас молится к Тебе. Небесный Отец, молитва нашего имя Христа. Аминь. Аминь. Друзья, помните, что у Вас еще есть время дозвониться. Мы готовы молиться о Вас, мы готовы переживать о Вас. Дорогие друзья, звоните на все номера, которые Вы видите на своих экранах. Мы рады всегда поговорить с Вами и посоветовать, может быть, Вам нужные слова, поддержать Вас в Вашем переживании. Да, но к нам дозвонился наш зритель. Да, ты уже останавливаешь меня. И мы примем сообщение. Виктория, здравствуйте. Здравствуйте. Откуда Вы к нам звоните? Я Вам звоню из Киева. Очень приятно. Прежде всего, благодарю Вас. Я Вам звонила. Вы молились за мою маму. Ее зовут Маргарита. Я еще раз хочу Вас попросить, чтобы Вы молились о ее состоянии. Сейчас очень плохо у нее сахарный диабет, а сейчас еще обострение панкреатита. Она очень слабая, ее тошнит. Прошу, пожалуйста, молитесь о ее состоянии. И большое Вам спасибо. Спасибо Вам большое, Виктория, что Вы к нам дозвонились. Мы будем продолжать молиться о Маргарите. Через несколько минут после перерыва мы встретимся с нашим гостем и потом будем молиться о Вашей маме. Итак, друзья, мы продолжаем программу «Помолитесь за меня». Помните, что у Вас еще есть время дозвониться, чтобы мы молились лично о Вас. Ну а сейчас мы бы хотели услышать историю нашей гости. В студии сегодня вместе с нами Ирина Апайц. Ира, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, Ира. Очень рада видеть тебя в этой студии. Я думаю, что нашим зрителям будет интересно, что мы иногда пересекаемся по ходу работы программы «Помолитесь за меня». Это замечательно. И сегодня твоя личная история, наверное, история, которую человек, когда сам переживает какую-то свою личную историю, это всегда большее благословение, чем рассказать, может быть, о ком-то другом. Поэтому я думаю, что тебе будет приятно рассказать о себе. Приятно. Вопрос риторический, и перейду сразу к делу. Недавно как-то думала о молитвенных опытах, о своих, потому что подбираю гостей для программы. И вот есть в Яково такой текст, в 4 главе, с 13 стиха. Пока Ира ищет, мы можем сказать нашим зрителям, потому что они, наверное, не поняли, что Ира у нас главный человек, она именно подбирает всех наших гостей. Ну, главное, это вот так размахалось. Ну, так скажем, в нашей программе, да, поэтому, дорогие друзья, Ира – это тот человек, который ищет нам, для нас вот этих интересных гостей, которые рассказывают прекрасные свидетельства. Сейчас Ира нам расскажет. Сегодня у меня свой опыт. Да, давай, рассказывай. И вот, теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживём там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время. А потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то или другое. Этот текст мне как-то послала мама, потому что она знает, что я люблю планировать. Конечно, я планирую с Богом. Но это неплохо, в принципе, планировать свою жизнь. Да, но просто я потом, после нескольких историй жизни, поняла, что у Бога есть свои планы. Он не портит наши планы, просто в нашу жизнь вносит свои краски. Так вот, несколько лет назад была такая история. Мы были с ребятами в кафе, ели мороженое. Ну и, как всегда, я со своим сильным иммунитетом. Я заболела. Попадаю в больницу с отравлением. Это было за неделю до... Это мороженое такое было? Не называйте. Лучше нет. Ресторан. Не будем делать рекламу плохую. И вот я попадаю ночью с отравлением, в ужасном состоянии, мне плохо. Это было лето, зима? Это была зима перед Новым годом, за неделю до 31 декабря. Ну и, конечно же... То есть праздники пропадуты? Праздники, да. А я в то время, ну я по профессии массажист еще, я делала массажи на дому. И я ехала от клиентки своей, мне в метро так стало плохо, что я дойти уже сама не могла. Вызвали скорую, приехали, это было ночью. И вот я лежу ночью, я просто распланировала уже все наперед, когда я поеду, что там... Праздники, да. Куча всякого, помогу дома, все. Вот я лежу и начинаю жаловаться. Боже, ну почему так получилось? Я же ничего плохого не планировала, ну как бы не желала, никому ничего плохого не сделала. Почему я здесь в этой... Почему не в другое время хотя бы, да? В этой темной палате, это было ночью, свет выключили, вот там еще женщина какая-то лежала, она как раз спала. Мне, мне там укололи какое-то лекарство. И в общем, я вот жаловалась, жаловалась и уснула. Я лежала в больнице пять дней. С этой женщиной, которая в палате, ну в общем, у нее было на протяжении пяти дней очень много вопросов о Боге. Потому что у меня там была книжка, и она видела, как я молилась. И у нее было столько вопросов, как будто вот всю жизнь она искала вот ответы. И вот, наконец-то, Бог ей ответил. Давай сейчас мы тебя прервем, потому что к нам дозвонилась Надежда. Будет нехорошо... Конечно. ... Надежде отказывать, да? Не будем. Поэтому мы сейчас примем сообщение. Надежда, здравствуйте. Здравствуйте. Откуда вы звоните к нам? Я дозвонилась к вам. Хочу, чтобы помолились за меня. Угу. Я Кировская область. Мне направили в онкодиспансер. Угу. Я хочу, чтобы помолились за меня. Бог разрешил этот вопрос. И у меня и гепатит, и панкреатит, и поликистоз, бочек. У меня целый букет. То есть целый букет, да, я смотрю? Да, целый букет. А вы когда едете в диспансер? Так где-то после середины месяца. Угу. Угу. Хорошо. Надежда, мы будем у вас молиться. Вы же тоже молитесь с нами? Я молюсь. Я молюсь. Я каждый день молюсь, и телевизором молюсь. Я еще хотела, чтобы помолились за мою дочку. Давайте. Дочка у меня очень сильно больна. А как дочь? Лежит. Лежит она у меня. А что с ней? Ой, последствия нейроинфекции. Она лежит, не ходит, не говорит. Ее зовут Светочка. Угу. Я несколько раз звонила, чтобы за нее помолились. Хорошо. Хорошо, Надежда. Спасибо вам большое. Мы будем молиться и о вас, и о вашей дочери. Спасибо вам большое. Пусть Господь вас поддержит в вашем лечении. Итак, Ера, мы возвращаемся к твоей истории. Вот эта женщина, да, с которой ты, казалось бы, случайно, но совсем, наверное, не случайно познакомилась. Чем больше ты ей рассказала, тем больше у нее вопросов возникало. У нее еще больше открывалось новых вопросов. Мы больше разговаривали именно не просто о религии, а о Библии. Как будто она никогда не открывала Библию. Вот было у меня такое ощущение. Я уже не помню. И чувствовала жажда, да, что человеку интересно. Да, много. И она прям благодарила за это. И мы молились за ее детей. Мы молились вместе. И потом прошло пять дней. Ну, я не знаю, где она сейчас, что с ней, как сложилась ее жизнь. Но сегодня, например, кто-то сеет семено, Бог взращивает, а потом человек позже приходит к Богу, к истине. И просто я потом, когда ехала домой, меня выписали из больницы 30-го. То есть я попала на Новый год спокойно. Да, да. И я ехала в поезде, это была электричка, там, из последних билетов я купила билет. Это была электричка, где, ну, еще такие деревянные лавочки, в общем, все сидят рядом. И такая была атмосфера. Все были такие веселые, радостные, все едут домой на Новый год. Там была кошка у кого-то, она ходила по рукам. В общем, такая атмосфера была. И я просто молилась, молилась вот тихонько, благодарила Бога за то, что да, я попала в эту больницу, но это было не зря. Это было благословение. И есть такое место, да, что любящим Бога все судействуют ко благу. То есть мы, конечно, не можем сказать, что Бог специально уложил тебя в больницу, да, именно ради этой женщины. Но мы видим, что у Бога как бы сходятся все эти пути, дороги, перекрестки, вот, где он нашел нужного человека, который вот немножечко пострадал, и он подсадил его к тому человеку, который ищен Господа. Я же осталась жива и вся моя мальция. Да, 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 ты оказалась тем человеком, которого Бог использовал. Что тебе это принесло? Сердце радость была, да, наверное, когда ты вот... Сначала была печаль, да, от того, что так все случилось? Ну да, я не понимала, почему это так случилось. А потом, когда ты выходила из больницы, твои ощущения? Ну, я не просто была рада, что я уже выписалась, а потому что я еще и с толком привела меня. Да, да, ты участвовала в жизни человека. Замечательно, замечательно, что Бог использует нас. А когда впервые вы начали молиться Господу? Когда вот вы стали ощущать, что Господь, вот в вашей жизни молитва, когда стала осознанной, серьезной? Ну, с детства я молилась. Есть такая молитва, мама меня учила, другие Божие, рученьки зложу за маму, за тату, за всю родину, послухай Иисуса маленькую дитину. Я еще в школу не ходила, я молилась от этой молитвы. То есть с самого детства, получается, слава Богу. Мы рады, что ты была сегодня в этой студии. Очень приятно было услышать историю твою. Пусть Господь благословит тебя в дальнейшем. Если будет возможность, пусть еще... Не в больнице. Пусть не в больнице, но использовать тебя для того, чтобы другие люди узнали о том, что Бог есть и Бог любит нас. Спасибо тебе. Спасибо большое, Ира. Друзья, в эту студию вернемся уже через несколько минут с молитвами о вас. Не переключайтесь. Просьба молиться о Людмиле, чтобы Господь укрепил ее физическое и духовное здоровье. Валентина просит молиться о здоровье своей сестры. Лариса просит молиться об исцелении своей мамы Калины, которая сейчас находится на лечении. Наталья просит молиться о Божьем руководстве. Пусть он укажет направление и укрепит ее веру. Просьба молиться о здоровье Александра. Пусть Господь укрепит его силы после инсульта. Ирина просит молиться о своих друзьях Романе и Ольге. Пусть Господь направит их на путь истинный. Просьба молиться о здоровье Юрия, а также, чтобы Господь укрепил его веру. Дмитрий просит молиться о здоровье жены Татьяны, больной желудок. Сьюзан просит молиться о своем духовном и физическом здоровье. Пусть Господь исцелит ее сердце от страхов. Я рада, что мы можем продолжать программу с молитвенными сообщениями, которых у нас очень много после этой истории. У нас, друзья, есть просьбы. Мы готовы сейчас помолиться и зачитать, вернее, эти просьбы, а потом помолиться. Просьб очень много за эту неделю накопилось, поэтому, к сожалению, наверное, мы не сможем все зачитать. Но вот некоторые мы выберем для того, чтобы вы вместе услышали и вместе молились. В принципе, просьбы у нас очень похожи многие, да? Поэтому, если вы не услышали свое сообщение, ну, знайте, что ваши просьбы, ну, они где-то подобные повторяются, поэтому мы будем молиться. И мы молимся в любом случае о вас, да? Итак, нас просит помолиться Татьяна из города Киев о сыне Тимофея, у него головные боли, и о том, чтобы он смог найти работу. Светлана Новая Каховка просит молиться о своем духовном росте и об исцелении мамы. Валерия из Днепропетровской области просит молиться о ней, потому что у нее плохое состояние здоровья, у нее постоянные головные боли. Будем молиться о Валерии. Наталья из Житомирской области просит молиться за нее, а также за Ольгу, за их отношения, чтобы Бог помог им с работой. Илья, Одесская область просит молиться о завтрашних похоронах у соседа, чтобы люди, которые там будут, приняли Бога в свои сердца. Мы будем молиться о вас. Ольга просит помолиться об Александре, чтобы он поверил в Бога. Сегодня все мы нуждаемся в том, чтобы Бог был в наших сердцах, поэтому, друзья, мы будем молиться о всех вас. Мария из Житомира просит молиться о ней, и она переживает депрессию и не видит смысла жизни. Мы очень благодарны, что вы все-таки позвонили в наш колл-центр, телеканал «Надея». И я надеюсь, что наша программа и многие другие программы нашего телеканала помогут вам обрести эту надежду. Также Людмила из Закарпатия переживает ту же проблему, у нее также депрессия. И она просит молиться о ее состоянии, а также у нее проблемы с жильем. Зина Черниговская область просит помолиться о муже Александре, у него алкогольная зависимость. Светлана Ровенская область просит о родственнике Василии. В четверг предстоит сложная операция, чтобы он поверил в Бога. Друзья, давайте все вместе поддержим в молитвах Василия, чтобы Бог был вместе с ними, чтобы этот человек поверил в Бога. Юлия из Волынской области просит молиться о своем отце. Он пережил, перенес сейчас инсульт, и уже три недели высокая температура, и он находится в очень тяжелом состоянии. Виктор из Запорожской области просит молиться о себе. Он просит, чтобы Господь послал ему хорошую работу. Прошу Вас помолиться за разрешение семейной ситуации. В месте, где мы сейчас живем, нас выгоняют на улицу, и часто устраивают скандалы. Просто уже невозможно, пишет нам Светлана. Прошу Бога помочь найти другое место жительства. Заранее большое спасибо. С уважением, Руслана и Светлана. Друзья, мы будем молиться о Вас. Спасибо, что Вы написали нам это сообщение. И еще одно сообщение. Помолитесь, пожалуйста, за мою сестру, чтобы у нее хорошо прошла беременность, и она смогла родить долгожданного ребенка. А также за мою маму, чтобы она благополучно пересекла границы с Москвы домой. Спасибо Вам. Вы замечательные люди, пишут нам. Спасибо и Вам, что Вы пишете. Нам очень приятно. Пусть Господь благословит Вас. У меня еще есть просьба, но к нам дозвонилась друзья Мария. Мы примем сообщение. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Откуда Вы к нам звоните? Из Францисии области. Очень приятно. Мария, мы Вас слушаем. Я хочу Вам подякувать. Я просила молиться за внучку. У нее была психомония. Она 2 недели лежала в лекарне. Выписалась здорова. Слава Богу. Я хочу дякувать Богу и Вам за такую передачу. Я весь час дивлюсь, что передачу. И прошу еще помолиться за хлопчика, что приехал, а с ревно у него болезнь желудок, и не могут найти діагноза. И мама просила помолиться. Я ей сказала, что я позвоню сьогодню, чтобы помолились за Вас. А как звути хлопчика? Вы знаете, я просто забыла. Ну, ничего страшного. Будем за него молиться. Вы нам про него рассказали. Будем молиться, чтобы Господь допомогил ему. Дуже дякую, Мария, что Вы нам дозвонили. Слава Господу. Татьяна просит помолиться о своей свекрови, которая лежит в больнице с инфарктом. И мы сегодня будем молиться об этой женщине. И еще нас просит помолиться о Татьяне, у которой рак и четвертая степень рака. Она уже плохо разговаривает. Но мы будем молиться, чтобы Господь поддержал ее, если это возможно, чтобы в последние минуты своей жизни она смогла принять Бога в свое сердце. Но именно подобная просьба и у Татьяны из России. Она просит молиться о своем сыне Константине, который находится в тюрьме. И она просит, чтобы он принял Господа. Чтобы молились, чтобы он принял Господа. И Екатерина из Днепропетровской области также просит молиться. Она очень сильно болеет. Инвалид уже перенесла две болезни и не может ходить. И просит молиться, чтобы Господь ее исцелил. Вот такие просьбы к нам поступают, Инесса. Очень много горя, переживаний. Болезни. И, кстати, сегодня очень много просьб, связанных с онкологией. Ты знаешь, кто обратил внимание? Друзья, мы будем об этом молиться и просим, чтобы и вы молились вместе с нами. Наш добрый Господь, в этот час хотим обратиться вновь к Тебе. Услышь, пожалуйста, нашу молитву и прошение наше, потому что мы искренне переживаем о тех людях, которые написали нам или о которых просят молиться сегодня. Ты видишь, Господи, как много беды. Ты видишь, что сегодня кто-то находится на больничной койке, кто-то находится дома, но с таким страшным диагнозом. И, может быть, у кого-то это последние дни его жизни. Господь, очень много людей сегодня страдают. Но ты, пожалуйста, будь добрым. Будь добрым к этим переживаниям, к этой боли, к страху, Господь, который сегодня присутствует в сердцах. Пожалуйста, коснись своей доброй рукой. Даруй особое умиротворение, особое спокойствие, зная и понимание того, что ты сильный Бог, ты можешь поддержать, и ты не оставишь. Даже если будет очень тяжело, ты все равно будешь рядом. Услышь нашу молитву, пожалуйста, в этот час. Мы искренне просим, чтобы ты по милости своей исцелил, поддержал, помог в решении любых вопросов, Господь. Для тебя нет ничего невозможного. Мы в этом уверены, мы это знаем, и поэтому мы все эти просьбы отдаем в твои заботливые руки. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь. Господь и Бог, вызываем к Тебе. Очень много людей, которые больны лонкозаболеваниями, и мы ходатайствуем за них. Благослови, пожалуйста. Мы молимся за мальчика, имя которого мы не знаем, но который болеет очень сильно. И просим о его исцелении. Дай мудрости врачам, чтобы они могли найти причину заболевания. Просим о маме Виктории, о Маргарите. Ты видишь, она страдает в своем возрасте тяжелыми болезнями. И просим, Господь, поддержи ее и дай ей силы. Господь, мы взываем Тебя о надежде, которая очень болеет. И просим, чтобы Ты благословил также Светлану, Небесный Отец. Мы просим, чтобы Ты благословил тех людей, которые сейчас борются с зависимостью. Те, которые пытаются сохранить свою семью. Ты, Господь, сохрани. Ты, Господь, благослови их. Во имя Христа мы просим. Аминь. Аминь. Ну а с нами на связи есть Анна, и мы уже готовы услышать ее сообщение. Анна, здравствуйте. Добрый вечер. Я из Черкасски области. Хочу попросить, чтобы вы помолились за Мусиенко Александра. Он вчера поступил в лекарню в Черкасску областную. У него спухло лице и вся шия. И сегодня лекарь просто не может поставить диагноз. У него температура сильной боли. Мы просим, чтобы помолились и за лекаря, и за него, чтобы он понимал, что это Бог его исполнив. Если ему станет легче, чтобы он понимал, что Божа рука была над ним. Анна, мы очень благодарны, что вы зателефонировали. Великая количество людей сейчас слышит это прохание. И мы верим в то, что все будут молиться за эту человеку, за Александра. Спасибо вам за ваш звонок. И, пожалуйста, зателефонуйте нам, если будут какие-то новины. Ну а мы, друзья, с вами встретимся ровно через минуту. После молитвенных просьб будем вместе молиться нашему Богу. Друзья, мы сегодня молимся о жительном городе Сбараш. Город Сбараш находится в Тернопольской области. И по переписи 2001 года составляло население 13 053 человека. Город Сбараш находится на берегу реки Гнезно-Гнилая. Выше по течению примыкает село Базаринцы. Ниже по течению примыкает село Залужь. Кстати, первое упоминание о городе Сбараш находится в Галлицко-Волынской летописи в 1211 году. Достаточно давно, да? Да, летописный город находился там, где сейчас расположено село Старый Сбараш. За 3 километра от современного города. Вновь Сбараш вспоминается уже в конце 14 века. В 1393 году Новгород-Северский князь Дмитрий Корибут построил на месте древнерусской крепости замок. А в 1434 году замком завладел князь Федор Несвицкий, по приказу которого весь город был обнесен оборонной стеной. В 1463 году сын Федора Несвицкого Василий первый начал называть себя князем Сбаршским. Через некоторое время князья Сбаршские стали одним из больших землевладельцев в Волыне. Ну и в принципе город имеет большую историю. Кстати, такое интересное сообщение, что Сбарыш изображен в романе Геннега Сенкевича «Огнем и мечом». Также в этом же городе снимался и фильм одноименный по роману Сенкевичу. Очень интересно. Вот так интересно история этого города. Друзья, мы будем молиться об этом небольшом городе. И будем просить, чтобы Господь благословил его жителей, благословил руководство этого города, чтобы он развивался и процветал. Наш Небесный Господь и Бог, мы благодарны Тебе за город Сбарыш, за его большую историю. Он переживал и взлеты, и падения. Но мы просим, чтобы Ты сегодня помог этому городу процветать, чтобы жители не уезжали за границу, чтобы могли оставаться на родине и не оставляли свои семьи. Небесный Отец, мы просим, чтобы Ты благословил, чтобы открывались предприятия, чтобы появилась возможность для работы местному населению. Небесный Отец, благослови жителей этого города, благослови руководство, мэра города. Отец, мы просим также, чтобы Ты благословил проповедь Евангелия, чтобы в этом городе люди познавали Иисуса нашего Спасителя, прилеплялись к Нему, чтобы они находили в Нем утешение и поддержку благословения. Благодарим Тебя, Господь, за услышанную молитву. Аминь. Аминь. Друзья, помните, что мы можем помолиться о городе, в котором родились или живете вы, город или поселок. Пожалуйста, напишите нам об этом, и с радостью в одной из следующих программ мы будем молиться о вас. Причем мы можем молиться не только о Украине, но и о том городе, где вы сейчас проживаете. Конечно. Если это за границей. Конечно. Но мы продолжаем делиться теми сообщениями, которые мы получили. Спасибо, друзья, что вы пишете, что вы доверяете нам свои переживания. Мы переживаем вместе с вами, и мы будем молиться о вас. Вот сейчас к нам поступило такое сообщение. Александр, Винницкая область, просит помолиться о здоровье дочери. Сейчас ее везут в больницу, и диагноз неизвестен. И мы бы хотели, дорогие друзья, поддержать, может быть, эту девушку сейчас в молитве. Давай помолимся о ней. Помолитесь вместе с нами, потому что мы понимаем, что ситуация критическая, и пусть Господь ее разрешит. Великий Господь, хотим в этот час обратиться к Тебе в нашей молитве. Ты видишь, Господь, это сообщение от Александра. Его дочь сейчас везут в больницу. И мы искренне просим, Господь, чтобы Ты заступился за нее. Господь, будь ее охраной, будь ее врачом, будь ее поддержкой в эти минуты, Господь. Помоги, чтобы врачи смогли установить правильный диагноз. Господь, по милости своей, пожалуйста, коснись ее и исцели. Даруй, Господи, свою поддержку для всей семьи, чтобы они смогли пройти, Господь, этот период своей жизни и прославить Твое имя, потому что Ты этого достоин. Мы обращаемся к Тебе с верой, Господи, что Ты слышишь нас, и что Ты не оставишь эту просьбу без ответа. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь. Аминь. Друзья, к нам поступают просьбы. Мы продолжаем молиться о них. Мы сейчас их хотим зачитать. Валентина из Кировограда просит молиться о здоровье мамы Валентины. У нее постоянные головные боли. Светлана из Киевской области просит молиться за внука Богдана. Он алко и находится в этой зависимости и просит молиться, чтобы он пришел к Господу. Наталья из Полтавы просит молиться за Владимира. Ему три месяца и за Ивана. Ему три года. Они болеют. Также просит молиться за Людмилу, у которой умер муж и проблемы со здоровьем. А также за Наталью, которая болеет и чтобы она приняла Господа. Мария Хмельницкая область просит помолиться о своей внучке Виктории. Завтра ей предстоит экзамен, а также об успешной сдаче экзаменов в июне. Мы будем молиться о Виктории обязательно. Кстати, сейчас огромное количество студентов, не студентов, а выпускников школ сдают внешнее независимое тестирование. Мы будем молиться о них. И Сергей, город Киев, просит помолиться о жене Лилии. Она беременна, у нее бессонница, и она плохо себя чувствует. Мы будем молиться сегодня о Лилии. Николай из Донецкой области просит за него молиться. Он будет ехать в зону АТО и просит, чтобы мы молились, чтобы Господь его защитил. Константин из Тернопольской области просит молиться за маму Любовь. У нее головные боли и депрессии. И Мария из Одесской области просит молиться, чтобы молились о ней. У нее коксоартроз третьей степени, и она не может ходить. Также просит молиться за ее детей, алкать и никотинозависимых. Также Татьяна из Киевской области просит молиться за нее, у нее боли в позвоночнике. Светлана Кировоградская область просит помолиться о брате Сергее, чтобы Бог помог решить вопрос с женитьбой. И Ольга Краснодарский, край из России, просит помолиться о здоровье внучки Сони. Мы будем молиться? Да, конечно. Святой наш Господь и Бог в смирении мы приносим Тебе каждую просьбу. Те просьбы, которые мы зачитали, и те, которые мы еще не успели зачитать. Но ты знаешь, что каждая просьба ценная, каждая проблема – это особенная проблема. Поэтому просим по милости Твоей, чтобы Ты благословил. Благословил тех, кто сейчас находится в страдании, кто переносит сейчас боль, кому тяжело. Мы просим Господь, помоги, пожалуйста. Просим о том, чтобы Ты исцелил тех, кто нуждается в исцелении, чтобы Ты снял депрессию и дал надежду тем, кто переживает сейчас темные времена своей души. Благослови, пожалуйста, Небесный Отец. Верим в Твою помощь и защиту. Аминь. Аминь. У нас есть еще один звонок. Мы готовы его принять. Светлана с нами на связи. Светлана, здравствуйте. Доброго дня. Доброго. Вже вечера. Ради Вас почеты. Звідки Вы телефонуете? З Ивано-Санкевской области. Дуже приятно. Мы слушаем Вас, Светлана. Я маю такую пробу. Чи можете там помолиться за мою дочку-малечку, в якої аллергична астма? А скільки їй років? 17 более. Ми будем молитись обовязково. Спасибі, що зателефонували. Нехай Господь исцелить Вашу дочку. І сьогодні вона в наших молитвах. Але це вже через кілька хвилин. Уже через несколько минут ми знову повернемся. Дорогі друзі, буквально через минуту ми знову повернемся в студію. Поэтому, пожалуйста, не переключайтесь. И у нас есть еще несколько сообщений. Мы зачитаем их. Нина из города Киева просит помолиться о внучке Злате. У нее сильный кашель, высокая температура, о своем здоровье, а также, чтобы все дети поверили в Бога. Галина из Винниця просит молиться о невестке Катерине, которая алкозависима. Виталий из Сумской области также просит молиться о своей семье, чтобы они с женой Аленой могли сохранить свою семью. Мария Винницкая область просит о внуке Андрее об успешной сдаче экзамена. Завтра мы будем молиться, чтобы он вернулся в церковь. А также Ольга, город Полтава, просит о маме Али завтра предстоит операция на глазах. А также о здоровье Лидии и Галины. Мы помолимся о вас. Господь и Бог, мы взываем к Тебе. Благодарим Тебя за эту программу, за то, что Ты давал нам прекрасный ответ. И мы просим, благослови каждую просьбу. Просьбу о девушке Али, которая очень больна, и мы просим, чтобы Ты ее исцелил. Благослови Господь ее особенным образом. Пусть она будет видеть, что это Твоя, Господь, сила подняла ее на ноги. Небесный Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты уже сейчас дал ответы на многие молитвы. Благодарим Тебя, Великий наш Господь, и славим в Тебе вся сила, в Тебе вся слава нашему Господу. Благодарность за услышанные молитвы. Аминь. Аминь. Ну и как всегда, мы вместе с вами прочитаем слова благословения, записанные в Библии, но это уже через несколько секунд, поэтому не переключайтесь. Друзья, мы откроем книгу Псалтырь, Третий Псалом, и прочитаем 9 стих. От Господа спасение. Над народом Твоим благословение Твое. Как замечательно, что Бог сегодня готов спасти каждого из нас. В какой бы ситуации мы ни находились, мы можем доверять Ему свои переживания и просьбы, и можем быть уверены в том, что Он с нами. Ну а мы встретимся с вами в четверг, будем вместе молиться нашему Господу. До встречи в эфире, до свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова